Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена. И со мной моя помощница Сонечка. У нас сегодня рубрика распаковка. Распаковка не из магазинов, а с рынка. Мы сегодня побывали на рынке, захотелось нам свежих овощей. Ну и так кое-что для дома купили. Покажу, что купили. Небольшая покупка. Общую сумму даже не помню, но приблизительно сцены запомнила. Буду показывать и рассказывать. Хватит уже болтать. Ну что, купила я свежий хлеб. Мы были в киоске. Я говорю, там часто мы покупаем в хлебном киоске хорошего качества и белый хлеб. Купила батон и черный хлеб. Черный хлеб уже начали, поэтому показывать я не буду его. Также я купила на рынке полкило на пробу сливочного масла на развес. Масло стоило, по-моему, 600 с копейками. Вот такой кусочек вышел ровно на 300 рублей. Здесь чуть-чуть меньше, чем полкило. Не знаю, попробовала. Вроде бы неплохой вкус у этого масла. Как оно на бутербродах себя покажет. Опять же, нужно распробовать все. В крайнем случае, если нам не подойдет, я думаю, что на выпечку такое масло прекрасно подойдет. Ну, пускай будет. Для макаронов, для соусов, я думаю, будет неплохо. Все лучше. В магазине, в принципе, цена на сливочное масло, ну, даже, наверное, уже чуть подороже в пачках. Но это за счет того, что на рынке, на рынке всегда немножечко подешевле. Также я взяла целый килограмм сосисок. Сейчас вам покажу. Даже они маленькие. Специально для нас, Соня. Да, будем сегодня пробовать завтракать. Я их положила холодильникой, они у меня немножечко вот так потеют. Маленькие сосиски. Как раз для детей. Стоимость одного килограмма 500, по-моему, 70 рублей за килограмм. Здесь у нас килограмм. Может быть, чуть больше, чуть меньше, я не помню, больше столько. 500 копейками я отдала. Вот за такой целый пакетик. Я, конечно, по одной штучке разрезала. Они были вот так вот намотаны, огромный пакет. Я их разрезала по одной штучке, чтобы было удобно готовить. Будем пробовать. Не знаю, такие еще никогда не брала. Как они по качеству, но продавец сказал, что вроде бы они вкусные. Мы берем все время в одном и том же киоске. Там хорошая колбасная продукция. Не раскрученных торговых марок. У них я же и масло взяла. У них и порог. И много-много-много всего, по-моему, даже на развесках пельмени. На пельмени я не брала, но именно сосиски, колбасные изделия, сало. Еще что-то мы все время берем. Соня, конечно же, хочет показать свою покупку. Это мячик, я вам говорила в одной из распаковок. Что Соня купили мы мячик в магазине. Вот такой мячик за 160, по-моему, или 170 рублей. Я не помню, честно, если честно. Столько у нее подарков разных. Так, ну и овощи. Куда же без них? Купила чуть больше килограммчик огурчиков на 100 рублей. Огурцы у нас, я говорила, подешевели. Теперь мы кушать их будем чаще гораздо. Огурцы просто красивые, красавчики. Смотрите, какие пупырчатые, маленькие. Ну, самые большие вот такие, то есть, вообще. Хоть мариной. И покрупнее. Вообще, один просто в один. Будем кушать, будем салатики делать. Килограмм 90 рублей стоит уже огурчиков. Это луховицкие. Купила редиски. Редиска у нас по 100 рублей. Но, конечно же, эту редиску уже у меня Сонечка стащила. Осталось вот 4 штучки. Я брала на пробу штук 10, наверное. Такая вот редиска. Крупная. Я специально сама выбирала покрупнее. Не знаю. Но мы пробовали несколько штук. Соня уже, конечно же, попробовала. Мы их съели. Но были еще, мои хорошие, и помидорчики. Два помидора я покупала. Помидоры тоже вместе с огурцами. Половину уже сохали. Потому что покупала все я еще вчера. За вечер у нас как семечки. Что помидоры, что огурчики. Ну, вот огурцов было много, поэтому огурчики еще остались. Так что вот такие у нас цены на рынках Москвы. Я считаю, что хорошие цены в магазине. На овощи у нас еще ценник гораздо выше. И качество овощей оставляет желать лучше. Допустим, в пятерке вчера по 79 тоже были огурчики. Но там огурчики были сомнительного качества. То есть это были обычные парниковые огурцы. Ни вкус, ни запах, которые они имеют. С огромным количеством химии. Вот эти все-таки как бы уже... Ну, я не знаю, сомневаюсь, конечно, что они грунтовые. Скорее всего, тоже тепличные. Но, по крайней мере, они уже сладкие на вкус. Имеют запах, имеют вкус. Вот действительно огурцов, которые должны быть. Так что будем кушать. Сейчас будем мукбанг делать, Сонечка. Хочу приготовить яичницу с сосисками. И нарезать нам овощей. Такой завтрак вроде бы и не совсем полезный будет. Но в то же время очень вкусный. За счет овощей все-таки он будет такой вкусный, питательный. Ну, а пока все. Пойдем готовиться к завтраку. Спасибо, что смотрите нас. Всем спасибо огромное за ваши комментарии, за поддержку, за лайки, за подписку. Всем-всем огромная благодарность, друзья. Надеюсь, наше видео было вам полезно. Всем пока. До новых встреч.